Привет, друзья! У нас отличная солнечная погода. Утро. Время подходит к десяти. У кого есть вопросы, давайте пообщаемся. Давненько мы не делали прямых эфиров. Пока предлагаю тему о том, как, кто и к чему стремиться и что для этого делать. По поводу дождя. Сейчас у нас такой период, что дождь во Флориде у нас ежедневный, но короткий. А иногда бывает и не один раз. Но это только хорошо, потому что немножечко легче становится дышать и жить. Ну и приятно. Дождь, солнце, дождь, солнце. Тем более, что вода здесь сразу же моментально испаряется, соприкасаясь с просто раскаленным асфальтом. Так что ничего страшного в этом нет. Что хочется сказать по поводу того, к чему мы все стремимся. Все хотят иметь красивую фигуру, да, девушки. Парни хотят быть сильными, мощными. Но, приведем аналогию. Все хотят жить как миллионеры, да. Кайфовать, ездить на дорогих автомобилях, ходить по барам, купаться в собственном бассейне, иметь крепостных. Друзья, но это не значит жить как миллионер. Жить как миллионер значит трудиться, реально работать над собой в первую очередь. Ведь большинство из нас просто опасается заняться каким-то предпринимательством. Тем более, быдло, ватники до сих пор думают, что предпринимательство, коммерсанты это плохо. На самом деле нет. Если вы не занимаетесь своим благополучием, своим состоянием, финансовым, физическим, умственным, моральным, то никто этим не займется, друзья. Никто никогда. Потому что, если вам это не интересно и не нужно, то поверьте вообще, государству на это плевать. К сожалению, государство так устроено. И это показывает, в принципе, любое современное государство, уровень его образования, развития, которое дает оно детям. Сейчас здесь у нас мусор сдувают. Если это можно назвать мусором. Листья, в общем, с деревьев. Может быть, вам не очень хорошо слышно будет. Так вот, государству выгодно, чтобы вы были реально тупоголовым быдлом. Желательно, чтобы вы не развивались, ничем не занимались, бухали, работали и желательно покинули этот бренный мир, не дожив до пенсионного возраста. Что значит, что, вернее, подтверждается тем, что постоянно этот возраст отодвигают. Смертность, продолжительность жизни мужчины в России сейчас 50 лет. Кто бы что ни говорил, вы возьмите просто, изучите реальную статистику и убедитесь. И будете шокированы. А это очень выгодно. Мы с вами отдаем огромное количество бабла государству, которое нас имеет, которое нас кидает. И неужели вы думаете, что безопаснее, надежнее для вас работать и жить и думать о том, чтобы получить эту пенсию? К сожалению, нас зомбируют. Я тоже очень долгое время не решался покинуть основную работу на предприятии, хотя у меня уже был свой бизнес. Все равно где-то вот сидела вот эта зазомбированная ерунда, что нужно иметь работу. Хотя я давно мог от нее отказаться. Конечно, она приносила мне, что греха таить, много хороших, не очень тяжелых денег. Хотя легких денег не бывает, как вы знаете. Но, тем не менее, это факт. И, наверное, я покинул работу свою как раз таки потому, что возникли проблемы с московскими представителями нашего царька. Потому что только-только пришло к нам зло под названием «Единая Россия». И реально всех заставляли вступать в эту партию. Конечно же, это все было якобы добровольно. Якобы это все было по желанию. Но вы знаете, как это все происходит на предприятиях, особенно на государственных. Работал я в очень серьезной структуре. Дай бог памяти, как называлось-то это все. В общем, в экономической безопасности я работал. И естественно, что я один-единственный был, кто не вступил в эту партию. Естественно, не нужно никому из вас объяснять, чем и как для меня это все впоследствии вылилось. Все вы это все прекрасно знаете. Кто не знает, обязательно узнают. Ведь доброжелателей, тупоголовых людей всегда хватает, всегда их полно. Но, так вернемся к нашей теме. Почему все хотят быть красивыми девушки, парни мощными, сильными. Все хотят жить как миллионеры. Но никто для этого ничего не делает. Повторяю, миллионер это не значит жить в роскошном особняке, ездить на супер дорогом автомобиле. И я знаю кучу людей, которые не имея серьезных денег, могут себе позволить это. На самом деле, любой успешный человек проходит через определенные трудности. Занимается в первую очередь тем, что ему нравится, что его вдохновляет. Возьмем пример Илона Макса. Посмотрите на этого человека. Наверное, сейчас самый известный, самый успешный человек, самый обсуждаемый в мире человек. Но никто не знает, через что пришлось пройти этому человеку. Его родители даже не хотели отпускать учиться. Но человек знал, к чему стремиться. И я уверен, что для него в первую очередь, в первую очередь, это развитие, саморазвитие. Но никак не деньги. Поймите, большинство людей, большинство из вас, из нас, и я зачастую тоже часто, мы хотим иметь какой-то результат материальный. Естественно, он выражается деньгами. Но это неправильно. Неправильно не с точки зрения морали, этики. Это неправильно с точки зрения достижения целей. Достигается цель успеха только то, чем ты реально живешь, болеешь. То, что ты любишь. То, что для тебя превыше денег. Понимаете основную мысль? Почему все мои залы и в России, и в Америке столь успешны, любимы? Потому что я отличаюсь от других бизнесменов, и, кстати, залы людей, которые такие же повернутые качки, как и я, как и вы. Только такие залы реально достигают какого-то успеха, имеют бешеную популярность, поднимаются на уровень реликвии. По той простой причине, что человек, который создает такой зал, сам является больным в хорошем смысле слова. Мы болеем этим, мы создаем залы для людей, потому что в первую очередь мы создаем зал для себя. И в этом зале есть все, что необходимо, что нужно. Простой пример – станок для гиперэкстензии. Гиперэкстензии – не то, что есть практически в каждом зале, он называется на самом деле экстензией, когда ваши ноги закреплены и двигается корпус. Это, друзья, экстензия спины называется. А гиперэкстензия, которая реально полезна и единственное упражнение для профилактики декомпрессионного, действующего на поясничный отдел позвоночника, профилактически действующего на него, это, друзья, гиперэкстензия. Когда корпус закрепленно двигаются ноги, люди поднимаются с инвалидных кресел, не просто возвращаются к жизни, возвращаются в большой спорт, работают, тренируются. Но в каких залах вы видели, кроме моих, такие станки? В единичных. В некоторых залах кроссфита он есть по той простой причине, что продает его оборудование Роук. Это фирма, непосредственно занимающаяся профессиональным оборудованием для кроссфита. Кроссфит вырос в первую очередь из тяжелой атлетики, и поэтому из пауэрлифтинга там есть этот станок. Пауэрлифтеры, кстати, молодцы. У них практически у всех есть такой станок, если не покупной, то самодельный. Так вот, очень много людей пишет мне, писало и наверняка будет писать о том, что у них в зале нет такого станка. Просят совета. Естественно, можно находить, и люди находят варианты выполнения данного упражнения на том же большом фитболе, на козле, на любом, в принципе, возвышении, на высокой лавке. Но люди подходят к владельцам залов, к администрации, и над ними просто смеются. Но два человека все-таки из Российской Федерации, не из Москвы, не из Питера, по-моему, ну, чтобы не соврать, сейчас не помню, добились все-таки от своих администраторов, от своих руководителей того, что им купили, заказали подобный станок. Представляете, всего два человека. Жаль, не написали название клуба, фамилию, имя, отчество этого руководителя. Я бы с удовольствием прорекламировал его на весь YouTube, на весь мир. Таких людей должны знать, потому что этот человек не просто бизнесмен, он понимает, а может и не понимает, но по крайней мере отвечает и идет на пожелания клиентов, не просто стрижет с них бабло, как это делает основная масса фитнес-инструкторов и владельцев залов. Ведь проще, вернемся к моей наболевшей теме, да, база, свободные веса против тренажеров и изоляции. Ведь очень удобно, имея тренажерный зал, небольшой, большой, неважно, загонять людей в тренажеры. Потому что в тренажере крайне сложно травмироваться. В тренажере не нужно человека обучать, ведь в основной массе тренажер задает движение, задает кинезиологию, которая зачастую не совпадает с нашей анатомической кинезиологией нашего тела. И люди получают в будущем травмы, но закладываются они именно не базовым тренингом, а вот таким псевдо-тренингом в тренажерах. Но для начинающего это гораздо проще, не лучше. Лучше только для владельцев залов и для фитнес-тренера, которому не хочется обучать вас грамотной технике приседаний. И я знаю на своем личном опыте, я тоже, несмотря на то, что денег не хватает, скажем так, веду персональные тренировки, мне это нравится. И многие от меня уходят по той простой причине, что я посвящаю много времени, месяца три иногда даже, мы чисто обучаемся технике приседов, становых тяг, румынской тяги. И выкладываемся по полной в таких упражнениях, как отжимания на брусьях, подтягивания. Но большинству людей кажется, что это не то, что я их не тем занимаю. Мы не качаем бицепсы, мы не качаем пресс, мы не делаем кардио. Как так? Я не держу таких людей, они убегают. И я рад. Я не люблю работать с тупоголовыми, зомбированными людьми. И как говорилось в одной известной книге, не хочется метать бессер перед свиньями. Вот недавно выпустил видео нашумевшее, которое, сам не ожидал, уже там собрало что-то около 70 тысяч просмотров, про упражнение гильотина. Большинство быдло-качков молодых, пришедших известно от какого гуру, который рекламирует это упражнение, критикуют меня за то, что это эффективное упражнение. Но где вы в моем ролике видели, чтобы я сказал, что это упражнение неэффективное? Друзья, просто понимая и зная анатомию сустава плечевого, что такое вообще плечевой сустав? Большинство людей же даже не понимает, что это такое. Зная кинезиологию движения, биомеханику, я осознаю, и не только я, вы видели, я специально подходил и к Густаво Багалу, спрашивал других известных спортсменов, возможно, конечно, эти люди, которые поливали мое видео грязью по поводу того, что гильотина очень опасное упражнение, они, наверное, общаются с более серьезными людьми. Выступающими на Олимпии, попадающими в тройку на Олимпии. Это я про Густаво Багалу говорю. Так вот, друзья, это упражнение наверняка многим будет эффективно для развития грудных мышц. Но оно того не стоит, потому что какую бы технику вы ни делали, как бы вы ни работали в этом упражнении, вы никогда не сможете сделать его так, чтобы оно воздействовало технически, биохимически, извините, биотехнически, грамотно, кинезиологически, именно для ротаторной манжетки плеча. А кто не знает, это такие мышцы маленькие, ротаторы, которые, по сути, и являются суставом. Ведь плечевой сустав, почему такой подвижный? Потому что он самый-самый расслабленный, можно сказать. У него даже нету никаких таких впадин, которые бы держали плечевую кость в самом суставе. Потому что как такового сустава нет. Именно ротаторная манжета из этих вращательных мышц и создает сам сустав. И любое неграмотное движение, не с точки техники, а с точки зрения именно биомеханики, вызывает повреждения этих маленьких мышц. И потом, что бы вы ни делали, вот сейчас у меня разорвано больше 70% левого плеча, а именно ротаторной манжеты, мне необходимо делать операцию. Стоит она в Америке 40 тысяч долларов почти, представляете? И вызывает у меня жуткий дискомфорт. Во время тренинга, я уже не говорю, даже во время игры в хоккей. А вы знаете, я еще играю в американской любительской хоккейной лиге. Кстати, сделаю видео, скоро меня многие просят, чем отличается любительский хоккей в Америке от российского. Так вот, друзья, поймите, что каким бы ни было упражнение эффективным, в первую очередь нужно смотреть, не повредит ли оно вам. Что толку, что вы раскачаете себе, к примеру, грудные этим упражнением, но убьете свои ротаторы и потом не сможете вообще просто тренироваться. Я сейчас не могу сжать лежа большие веса по простой причине, что вылетает просто кость, разрывая грудную мышцу и широчайшие. И мне приходится находить для себя укороченную участок амплитуды, в котором мне комфортно работать. Но это очень, очень сложно. И кому нужны такие проблемы? Не нужно мне писать там, что я тупой, дебил, ничего не разбираюсь. Я и сам знаю, что я ничего не понимаю в этом деле, не разбираюсь и реально туплю. Но хотите, делайте. Точно так же, как я говорю, что нет ничего хуже для женщины, для женских внутренних органов репродуктивной системы, чем приседать классически в Смите. Не верите, не нужно мне писать, что вы мне не верите. Делайте, пожалуйста, друзья. Я ведь даю вам информацию только. Вы вправе распоряжаться ей как хотите. Хотите, работайте. Хотите, нет. Приводят примеры мне там Винца Жеронды, который придумал это упражнение гильотина. Ну и что? А я знаю Густаво Баддала, который два раза был третьим на Олимпии, который мне тоже постоянно говорит о том, что это смертельно опасное упражнение для ваших дельт. И что мериться письками кто круче, Жеронда или Густаво? Это ведь смешно. И нужно понимать, что все мы ошибаемся. И на тот момент я больше чем уверен, что и Винц не знал о том, что это упражнение убивает ротаторы, что это упражнение негативно влияет на ротаторную манжету плеча. Если бы он знал, он бы этого не делал, поверьте. И, кстати, лучшие упражнения, два лучших упражнения для массы грудных мышц, это отжимание от брусьев на первом месте, потому что это лучшее упражнение. Все вы любите приводить примеры с Арнольдом Шварценеггером, но почему-то никто из вас не слушает, мои дорогие маленькие тролли, что Арнольд постоянно говорит о том, что брусья то упражнение, которое сделало его грудные мощными. Да, он много жал и горизонтально, и на наклонной скамье он этого не скрывает, но он постоянно подчеркивает, что журналам это невыгодно. Иначе почему эта информация замалчивается? Хотя во многих редакциях того же Muscular Development Flex я читал об этом не раз и в интервью Арнольда слышал. Но все это пропускается мимо ушей, все любят сжать лежа, все любят стимулировать, скажем так, если смотрят нас дети, свои бицепсы концентрированными сгибаниями. Но это все смешно. Итак, друзья, если вы хотите жить как миллионер, то и думать, и действовать нужно как миллионер. И ориентироваться не на то, на какой машине он ездит, где живет, в каком доме живет. Ориентироваться нужно на то, как он мыслит, что он делает, какой распорядок у него дня, насколько он дисциплинирован, насколько каждый его шаг продуман и обдуман. То же самое касается и нашего тела. Девочки, хотите быть фитоняшками? Будьте ими. В первую очередь, это грамотное питание. Не поленитесь. Зайдите на мой сайт hmgym.ru Изучите статьи о похудении, о питании. Особенно обратите ваше внимание на статью «Инсулин». И пересмотрите через призму вот этих новых полученных знаний, информации, свое питание. Потому что постоянно нужно развиваться. Все мы совершаем ошибки. Я тоже раньше думал, что нужно есть на ночь. Но это первая ошибка, которая тормозит и рост массы, и жиросжигание. Не нужно, не будет ваш организм голодать. Потому что после того, как вы засыпаете, организм переключается на совершенно другое питание. И важно не то, что вы съели перед сном, а то, что вы едите в течение дня. А лучше всего не есть за 2-3 часа до сна. И не будете вы голодать. И не будут ваши мышцы страдать. Потому что будет выбрасываться гормон роста. А если вы пожрали на ночь, то никакого гормона роста не будет. Не будет гормона роста, не будет жиросжигания. Вообще никакого. Не будет роста мышечной массы. Потому что все это происходит именно после того, как мы с вами засыпаем. Думайте всегда, друзья, головой. Особенно нельзя есть молочку на ночь. Кто бы что ни говорил, даже что наш всеми любимый, уважаемый Шреддер, и я сейчас не иронизирую, ест, как мне говорят, лично от него я не слышал, творог на ночь, то ничего хорошего в этом нет. Потому что молочка выбрасывает инсулин. Но не сразу, как это делают бананы или другие сладости, а с задержкой. Именно поэтому весь грамотный современный мир диетологии, спортивной диетологии, понимает это, что гликемический индекс сам по себе важен, но инсулиновый индекс, инсулиновый отклик гораздо важнее, друзья. Думайте, изучайте, развивайтесь. Мне, кстати, нужно поменять в одной из своих статей, там есть у меня рекомендации, есть творог вечером. Но, друзья, я никогда не избегаю, не скрываю, признаю свои ошибки. Потому что человек, который не развивается, который считает, что все знает, подобен воде, стоячей воде, которая тухнет, прокисает и начинает вонять. Только движущая, текущая вода никогда не портится. Помните об этом всегда. И как только мы с вами останавливаемся в изучении, в развитии, в самообразовании, мы не просто останавливаемся, друзья. Мы начинаем скатываться вниз. Помните, что движение это прогресс, это развитие. Движение. Если остановиться, остановиться, неважно кому, чему, всему, земному шарику, воде, то наступит конец. Какие бы у вас не были травмы, какие бы у вас не были серьезные психологические, физические проблемы, никогда. Не слушайте никого, кто пытается запретить вам заниматься физической культурой. Не путайте это со спортом. Вы всегда получите пользу от упражнений, от приседаний, от тяг, от подтягиваний, от отжиманий от брусьев. Просто все нужно делать с головой. И в первую очередь нужно любить все это дело. Жить этим. Мотивацию нужно искать внутри себя. Почитайте мою статью о мотивации. Если вы этого не сделали раньше, вы будете поражены, насколько неграмотно весь мир воспринимает и понимает само понятие мотивации. Мотивация это не внешний раздражитель, друзья. Это внутреннее мироощущение наше с вами. и воспитать его можем только мы с вами. Нашими мыслями, нашими действиями и в первую очередь, конечно же, нашим внутренним настроем. Так что, друзья, думаем всегда головой. Извините, я сегодня заболтался, расфилософствовался и даже не видел всех ваших вопросов, которые вы мне сегодня писали. Но это видео, как и все, которые выходят в инстаграме в прямом эфире, я сохраню и в ближайшее время оно будет выложено на моем ютуб канале, где вы в комментариях можете задавать все интересующие вас вопросы. И вы знаете, я на все по возможности всегда отвечаю. Очень много вопросов сейчас приходит о моей группе. Кстати, за последнее время там со 100 человек уже 132 человека, что не может не радовать. Группа действительно платная, стоит вступление в нее 160 долларов. Это единственная информация, за которую я беру деньги, потому что эта информация требует от меня постоянной работы и любая работа должна быть оплачиваема. Это мое мнение, если вы считаете, что это не так, то это ваше право и вы имеете полное право так думать. Но я никого не призываю насильно вступать в эту группу. И даже больше того, друзья, во всех моих статьях есть информация, изучив, сложив, которую вы сможете понимать и составлять себе программу периодизации, основанную на различных типах мышечных волокон. А именно такая информация в моей группе закрытой теломастерская самостоятельно не нужно будет платить денег. Группа для тех, кто занят, у кого нет времени, желания, возможности или просто неохота заниматься всем этим, кто хочет получать просто конкретные рекомендации, группа и для парней, и для девушек, где на каждую новую неделю выкладывается программа тренинга. Новая, основанная на циклировании по принципу периодизации различных типов мышечных волокон. Гликолитических, окислительных, промежуточных. Мы тренируемся и развиваем силу, массу, выносливость, что очень важно, потому что большинство людей, к сожалению, сейчас еще заблуждается, считая, что развитие выносливости это тренировка сердца, но это смешно, как минимум. Но я понимаю, почему мы так все думаем, я тоже раньше так думал, просто из-за нехватки грамотной информации. Но она есть, друзья, умейте отделять зерна от плевел, и тогда будет вам счастье. Но для того, чтобы это делать, нужно изучать, мониторить очень много и много информации. Так что, друзья, если есть желание, вступайте в группу, будете получать полезную информацию. Ни один человек, ни парень, ни девушка еще вступивший в группу, не пожаловался на то, что остался недоволен. Что меня лично удивляет, потому что даже мои люди, кого я вел персонально, пару раз, два или три человека, сейчас точно не вспомню, чтобы не соврать, были недовольны тем, что получили от меня. К сожалению, это факт. Но в группе все довольны, что не может меня не радовать. Буду на этом заканчивать, друзья, хочется немножко просто тупо поваляться на солнышке, пока не начался очередной дождик у нас. Поэтому увидимся в тренажерном зале. Сегодня где-то часиков, может, через 6-7 я поеду заниматься, буду тренировать руки. И, скорее всего, выложу это все также здесь в прямом эфире. Кому интересно, можете посмотреть. часов в 7 это будет по Орландо, Флорида времени. Не знаю, сколько это будет в Москве. Кстати, хорошая новость. Я написал книгу и сейчас она проходит модерацию в одном из издательств. Скоро можно будет ее купить в печатном и в электронном виде. Ссылки, как это все произойдет, я вам дам, друзья. книга хорошая, информации будет в ней очень много. Естественно, книга о тренинге для парней, для девушек, об основах, о философии натурального тренинга, ну и точнее, правильно говорить, грамотного, обдуманного тренинга. Ну что, всем пока. Кому интересно посмотреть, как я тренирую руки и не обманываю ли я вас тем, что делаю вначале всегда гормоновыбрасывающие упражнения, заходите, смотрите. И увидите, что начинаю я тренировку на бицепс и трицепс, как это не удивительно для большинства людей, с приседаний. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся, как всегда, в следующий раз. Пишите ваши вопросы, пожелания, в комментариях. Единственное, обращаю в очередной раз ваше внимание на то, что на вопросы на моем сайте я не отвечаю. Пожалуйста, пишите ваши вопросы в любом другом источнике, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники. Вы обязательно с гарантией получите ответ в Инстаграме. Но на сайте оставляйте только ваши отзывы и пожелания. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА